Друзья, привет! На коти только жертвы не идешь, чтобы песочный интерес выходил регулярно. Я реально болею уже, какой день. Так что простите меня, может быть, вид такой. Я обычно очень красиво выгляжу, но может быть, сейчас у меня лицо не очень. И голос у меня очень звонкий, как у жаворонка, а сейчас как у недожаворонок. В общем, привет всем. Да, новые недели, новые новости, новые песочные интересы, и мы надеемся, что мы доживем до конца мотора с отцом Павлом. Только волосы те же. Да, но скоро они поменяются. Поехали! Поехали, отец Павел. В Днепре в результате массированного удара 14 января взрыв уничтожил один из подъездов многоквартирного дома. Погибло много людей, очень много было споров между пророссийскими и проукраинскими каналами относительно того, что произошло. Сейчас Кремль официально говорит о том, что ракета, которая попала в жилой дом, была сбита средствами украинского ПВО. Украинские силы пока что это не подтверждают, насколько я понимаю. Лично для меня глобальной разницы здесь нет. Погибли мирные люди. Вечная память. И, безусловно, мы очень соболезнуем. Хотя это очень как-то так звучит, ну, уже здесь соболезнуем, там соболезнуем. Постоянно гибнут мирные люди с обеих сторон. Не хочется из этого делать шоу. Ну, или быть частью чего-то такого, да. Потому что сколько людей за эти восемь лет уже погибало и уже настолько привыкли, что об этом никто ничего не говорит. Про Африку вообще молчу. Просто там как будто не люди живут. К чему это говорю? К тому, что я не представляю скорби тех людей, которые вот потеряли своих близких. Ужас весь этот когда-то оказался в разрушенном подъезде. И тебя там разгребли. Вот я не могу это вообще представить себе. Это правда, все это очень-очень ужасно. Но в моем понимании, но это не отменяя того, что предыдущее, просто в моем понимании соболезнование или сострадание, это когда ты что-то сделал. То есть ты оттянул часть боли на себя, часть страдания на себя. То есть там ты как минимум ты помолился, по-настоящему встал и помолился за упокой, за оздравие тех, кто болеет. Перевел деньги какие-то, еще что-нибудь. А если ты рядом находишься, пошел, там реально, вот как ребята делали, завалы разгребали. Просто вот это наше в соцсетях, как это сидит, знаешь, что вот Днепр, он как-то оказался более такой информационный. Вот мне вот это страшно. Поэтому, еще раз, я даже не представляю ту скорби, которую испытывают люди, вот когда все это случилось. Будет это Днепр, Донецк, вообще где-либо еще. Поэтому вечная память. И мы правда молимся, ну, по крайней мере, мы в храме молимся о упокоении всех, вообще всех и мирных, и военных. И хочется, чтобы, я много раз на эту тему уже говорил, хочется, чтобы конфликт, это было закончен, чтобы кровопролитие было остановлено, чтобы наконец-то как-то сели за стол мирных переговоров. И знаю, что сейчас будет. В комментариях сейчас начнется год. Начнется, да, с обеих сторон. Простите, что сейчас длинно будет. Мы можем заниматься своим делом. Вот я остановить конфликт в Украине не могу. У меня нет таких вообще неполномочий. Я даже не знаю, как это сделать, честно говоря. Но я могу на своем конкретном месте помогать беженцам, быть хорошим священником, помогать прихожанам. То есть мы можем на каждом своем месте делать это хорошо. А если тебе еще что-то, стоит какое-то свободное время, делать еще лучшее, то есть еще что-то добавлять. Вот это, мне кажется, это как минимум просто базовый. Если ты его не делаешь, просто тупо балабол. И не более чем. Вот если ты даже то, что тебе положено сделать, не делаешь. Сидишь в соцсетях и пикируешься, выясняешь, кто прав, кто виноват. Пойдем дальше. Следующая новость. Журналист Сергей Мардан признался, что даже если в дом в Днепре попала российская ракета, для него это не меняет вообще ничего. По его мнению, у людей в России, которые смотрят на фотографии разрушенного дома, возникает чувство вины, так как для них по-прежнему это неприемлемо. Такими людьми легко манипулировать, и ничего хорошего из этого не выйдет. Даже если в этот дом попала наша ракета, вот лично для меня это не меняет вообще ничего. Но ведь, скорее всего, я буду один такой, который вслух посмеет произнести вот это вот. То есть это по-прежнему неприемлемо. Да как же это неприемлемо? Вспомните, сколько продолжался штурм Мариуполя. Сколько продолжался штурм Солидара. Сколько продолжается штурм Бахмута, Северодонецка. Как вы думаете, как долго и какими средствами будут продолжаться штурмы по-настоящему больших городов? Вы представляете, что будет с Харьковом, например, когда мы его будем штурмовать? Представляете? Нет? Но посмотрите на фотографии Мариуполя. Вот что будет с Харьковом. Да, будет. И с Днепропетровском это будет. И с Киевом это будет. Но находиться, вот я здесь в тепле, у меня мирная жизнь, а где-то там идет вот далекая-далекая, вот какая-то там какая-то чья-то война. Мы и будем, как собачки Павлова, реагировать на эти фотографии. И нами до такой степени легко будет манипулировать, что, еще раз повторю, ничем хорошим это не закончится. Это, я так понимаю, произошло... Ничего хорошо из этого журналиста не может выйти. Просто по той причине, что у людей есть чувство сострадания. Потому что у нас страна православная. Ну, хотя бы имеет православную культуру. Даже если человек вообще не крещен, все равно это вложено в русского человека. Сострадать, когда люди погибли, когда там дети лишились родителей, или родители лишились детей. И ты не можешь быть бесчувственным упырем или овощем, на это вот так спокойно смотреть. Вот это реально, это потеря берегов. Сергей, выйдите из своей студии, да, и пообщайтесь с реальными людьми. Не со своим кругом, с которым вы общаетесь, там, журналисты и так далее, да, определенного толка причем. А с другими людьми, пообщайтесь, увидите. Потому что я как раз общаюсь. И вижу, что люди сострадают. И люди переживают. Переживают, да. Да, это хорошо, это нормально. Как это сочетается с теми нравственными ценностями, о которых мы там так много говорили еще там в ноябре. Сейчас уже никто не говорит, все, инфоповод ушел. Какие там нравственные ценности? Поехали дальше, Тис Павел. В Непале разбился самолет, на борту которого было в том числе и 4 россиянина. Все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета погибли. Вы знаете, там же было видео, прям сделанное из самого самолета. В, собственно, момент падения. Это же показывает, насколько вот вся наша жизнь, вот прям вот ты улыбаешься, шутишь, все у тебя как бы хорошо, так вот, и все, буквально несколько секунд, и ты уже перед Всевышним. Ну, как бы это видео, оно не скажет, что оно страшно, не страшно, оно просто очень показательно, насколько все мы ходим под Богом. Апостол Павел говорил, что будь осторожны, Господь близок. То есть Господь стоит у двери, прям рядом с тобой, да. Вот ты дверь открыл из комнаты, а может шагнуть уже не в коридор, не на кухню, вечность сразу. В общем, всем погибшим в вечной памяти, в общем, пусть Господь упокоит их души, конечно, очень хочется, чтобы, ну, и верить, и надеяться, что они были готовы к приходу вечности, но мы должны учиться этому. Знаешь, вот вспоминают слова Христа, которые ему подошли и рассказали, учитель, ты слышал, как в Силуаме башня упала и продавила людей, там, 10 человек погибло. Он говорит, если не покаетесь, с вами будет все то же самое. Это не означает, что Господь угрожает. Просто ты живи, будучи готовым к переходу к вечности. Он предупреждает. Да, и тебя не будет, как Господь даже это шокирует, потому что, да, мы все должны быть постоянно, ну, находиться в некой трезвенности, осознавая, что вот, видите, часики, да, что вот это наша жизнь, как песочек убегает. Духовно даже может быть покой, но трезвость должна быть ума. Там поругался с кем-то, иди и помирись. Не злопамятствуй долго, да, иди и помирись. Это трезвость. Следующая новость. В Одессе открыли уголовное дело о якобы незаконной передаче канонической украинской православной церкви с паса Преображенского кафедрального собора. Ну, мы про гонения на церковь в Украине вообще вообще в каждом выпуске говорим. Кстати, я хотел бы сразу сказать, что некоторые пишут, что эти гонения спровоцировала Россия своими действиями. Это, конечно, не так. Я рекомендую, по крайней мере, украинцам знать историю своей церкви. Гонения начались еще в 90-е годы, когда просто на западной части Украины, там Украины и униаты, грехкатолики отжимали церкви, сколько раскольников там было. Так что гонения идут давно. Но мне вот именно в этой новости, знаете, что поражает? Это касается не только Украины, вообще касается всех, и России в том числе. Насколько можно вертеть закон в своих целях, в своих интересах. То есть, пока, значит, там все было нормально, значит, все, собор стоял, никому не мешал. Тут что-то изменилось. Раз подали, значит, уголовное дело, собор отжимаем. Но это просто показывает, что вот этот принцип императора Истиниана, закон един для всех, он, ну, сегодня просто это какое-то, знаете, это какие-то воспоминания о золотом веке, что когда-то вот жили динозавры и вместе с людьми кушали там, знаете, авокадо, и все в нем было хорошо. То есть, мне кажется, что никто сегодня в мире не может быть спокоен за какое-то вот свое будущее вот в плане такого вот светском виде, да. То есть, как такого справедливости, мне кажется, в нее верить уж точно нет смысла. Ну, а, кстати, вы чувствуете свою уязвимость перед законом? Нет, я не чувствую, потому что я христианин. Серьезно. Но это единственное, что вас... Это единственное, и мне в полной мере достаточно, на самом деле, потому что я не сомневаюсь, как христианин, что закон несправедлив. Точнее, закон нормальный, а суд несправедлив. Потому что я это видел на Христе. Я это читаю в Евангелии. Так было с Петром, так было с Павлом и с большим количеством апостолов, да. Так что, если что, в общем, и меня могут замести, и так далее. Ну, в общем, на все воля Божия здесь. Так что не надейтесь и на князей, и на снов человеческих, сказал царь Давид. Еще был даже до Христа. Российский топ-скейтер Максим Круглов ответил Илье Прусикину, солисту, фронтмену группы Little Big, которая сейчас проживает в Лос-Анджелесе, катавшемуся на скейпте в форме креста. Я думаю, что это самый достойный и удачный способ ответа на подобные провокации. То есть даже не возбуждать какое-нибудь там уголовное дело, там, заскорбление чувств верующих и так далее, да. А вот тем же самым способом, но красивым, таким ироничным, вот поставить человека на место. Я тут со своей стороны хотела добавить, потому что я, на самом деле, мне нравилось творчество группы Little Big. Можете как угодно к этому относиться, и мне непонятно, зачем это все вообще было делать. Ну, то есть для чего? Среди там аудитории Ильи есть верующие люди. Слышь, ну это же потеря ориентации. Не сексуальная, а потеря ориентации такого, может, гражданская в пространстве. Ты оказываешься у кого-то в своем информационном пузыре, ты хочешь как-то выпидриться. Но они до этого были такие ребята, которые вот они такие провокационные такие вещи делают, такой на грани где-то, да. Я не думаю, что он хотел обидеть. Я не думаю, что он хотел обидеть. Это просто ритм мозгов. Если он хотел обидеть, это вообще зло. Если он реально хотел оскорбить веру и так далее. Но я думаю, что это просто вот такой хайп. Как это называется? Акция. Акция. Перформанс. Перформанс, да. Вот у них, знаешь, вот так вот принты, кстати. Вот у нас в России у нас перформанс это один. Водку пьют и все, в общем, да. Не скачаем. Ладно, отец Павел. Я тоже в России живу и водку вообще не пью. Ну, по тебе видно, вон, волосы какие у тебя. Давайте дальше идем. Зампредседатель Совета Безопасности Дмитрий Анатольевич Медведев вступил в дискуссии о том, как следует поступать с россиянами, которые поддерживают Украину и желают гибели своему отечеству. Грубо говоря, он предложил использовать правила военного времени по отношению к предателям. Полностью поддерживаю. Но, как известно всем, начинать нужно с себя. Поэтому мы и своим приходом, и там много еще людей в этом принимало участие, не только наших прихожан, а вообще вся страна, сколько собирали средств в поддержку мобилизованных, сколько мы вообще вот потратили, да, своих кровных. Ну, вы же собирали, да, амуниюцию для людей. Я считаю, что значит, где-то сидят предатели, которые, собственно, что-то разграбили. И предлагаю по военному времени начать с них. Ну, потому что, по крайней мере, это коснулось уже всей страны. Вот где-то если какой-нибудь Ваня Иванов или Вася Пупкин там оскорбил нашу страну, будучи артистом, да, это плохо. И поддержать это вообще никак нельзя. Но на безопасности страны это вообще никак не сказалось. А вот то, что, извините, мы покупали спальники, бронежилеты, одежду, амуницию, чего мы только не покупали. В общем, даже еду и покупают. Вот это точно сказано на безопасности страны. Так что, да, начинать с себя. А если начинать с других, то давайте вам сейчас 50 законов таких придумаем, как начать с других. Мало вам не покажется. Знаете-ка, какая фантазия? Знаете-ка, какая фантазия? Знаете-ка, какая фантазия? Поехали дальше. Продолжаем, отец Павел. Депутаты ЗАГС собрания в Вологодской области Дениса Долженко, который выложил фото в Дубае, лишат партбилета Единой России. Это была изначальная новость, а потом оказалось, что он в Единой России так и не состоял, а только был среди тех, кто поддерживал. Ну, там были еще ребята, залетевшие. Да, да, да. Потом был выговор депутату, который из Мексики записал новогоднее поздравление. Короче, все это какой-то фестиваль лицемерия. Получается, если ты залетел, ну, фотку выложил какую-то, или твою фотографию кто-то там заметил и так далее, то ты плохой депутат. А если ты делал все то же самое, но фотографию не выложил, то ты уже патриот, белое пальто и все остальное. Ну, это странно, ребят. Это же, ну, это же правда странно. Вот, смотрите, я православный священник, да? Или православный священник нормально вести христианскую жизнь не только на аммоне, когда ты проповедь читаешь. И, конечно, никто из прихожан не обрадуется, если узнает, что там их там пастырь, он дома... Блудит, бьет жену. И так далее, конечно. И дело совсем не в том, что ты залетел и фотографию выложил. Ты просто не должен делать и так далее. Я, кстати, вот честно скажу, я не вижу ничего плохого, что в свои выходные кто-то там, если у него были средства законные, да, полетел в Мексику. Потому что если вы считаете, что у него были какие-то незаконные средства, причем здесь пара билета, возбуждать уголовные дела, если у него незаконные средства. А если законные средства, что такого плохого, что ты в Мексике отметил Новый год? Но они же там еще разработали целый кодекс поведения депутата, и там есть такие пункты, что нельзя выкладывать в соцсети ничего, если ты находишься в неадекватном состоянии. В общем, ребят, вы все поняли, слов нет, идем дальше. Следующая новость, и даже не новость, а серия новостей, что на фасаде школы номер 11 в Саратове установили мемориальную доску бывшему заключенному Денису Кавырзину из состава ЧВК «Вагнер». По имеющимся данным, он служил в Росгвардии, воевал в Чечне. А в 2016 году суд в Москве приговорил его к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве и незаконном хранении оружия. А до этого с почестями похоронили другого бойца ЧВК «Вагнер», который был осужден до этого за убийство собственной матери. Что вы думаете вообще по этому поводу? По поводу мемориальных досок, это надо спрашивать у жителей подъездов, если ты с их согласием на своем подъезде можешь вообще на своем доме любые доски размещать, лишь бы не против твоей воли. А вот что касаемо, я вот слышал тоже так в обществе, кто-то критикует, на мой взгляд, если без нарушений закона, если человек и правда может искупить в том числе свои какие-то там уже грехи прошлые, в том числе и кровью, ну это всегда такое было. Ну собственно Москву, я коренномосквич, защищали от фашистов в 1941 году огромное количество заключенных. Я не говорю, что все были заключенные, но сколько было штрафбатов и так далее. Другое дело, что они состояли в Красной Армии, а не в военной компании. Поэтому здесь скорее статус Чебака Вагнера какой, потому что у нас есть вооруженные силы России, а это частная военная компания. Получается, ты подписываешь контракт, через полгода ты контракт исполнил, и ты вышел на свободу. Вот такие моменты, они меня прямо скажем, несколько напрягают. Потому что одно дело, ты внутри армии, ну это хотя бы структура нашей страны и так далее. А тут как-то, ну какой-то контракт такой, в общем, вот не знаю, как это выразить. Вот пишите в комментариях, кстати, друзья, как вы к этому относитесь, потому что я вот чувствую, что что-то здесь не то. Но что не то, не знаю. Но при этом сами вот эти люди, которые, ну как бы они по закону все разрешили, и уж тем более, которые погибли, в общем, тут какие к нему претензии? Ну закон был принят не так давно. Я просто к тому, что есть большая разница, когда ЧВК Вагнер и когда армия. Вот частная военная кампания. Хорошо, завтра ЧВК Вагнер будет набирать, положим, для борьбы где-нибудь в Африканской какой-нибудь республике наших заключенных. Мы тоже будем помилование давать? Или нет? Ну то есть вот это как-то момент, мне кажется, вот какой-то вот... Давайте поговорим об этом. Напишите в комментариях, что вы вообще об этом думаете, потому что правда интересно. Переворачивайте, отец Павел. За последнюю неделю у меня умерла последняя нервная клетка, потому что было очень много совершенно противоречащих друг другу новостей. Одна из них. Турчак заверил, что отсрочка для отцов троих детей остается в силе. Отсрочка имеется в виду от мобилизации, а Турчак это секретарь Генсовета Единой России. Вы знаете, вспоминаешь текст Священного Писания, и там такие слова, не клянитесь никакой клятвы, но пусть будет ваше слово да-да, нет-нет, все остальное это уже от лукавого. Вот мне кажется, что такая животрепещущая тема, как мобилизация, понятно, что огромное количество людей не хочет идти на фронт. Вот, и на добровольцы мы ушли бы уже тогда. Мне кажется, это же какая-то определенность, да, и ты совершенно права, вот это противоречие друг другу новости, причем от довольно уважаемых спикеров. То есть я бы советовал бы нашим чиновникам, лидерам общественных мнений, которые явно, так скажем, работают в связке с правительством, да, ну как-то фильтровать уста, уста свои. Ну, потому что сначала одно говоря, потом другое. По поводу трех детей, ну, многодетных отцов, да, но вот Турчак это сказал, спасибо вам большое. Ну, я сам отец трех детей, правда, меня не заберут, потому что я больной на всю голову, ну, у меня болезни реально есть, но мы же знаем, как мобилизовывали отцов трех детей. И говорили, что нету какой-то директивы, каких-то документов, не хватает распоряжения. А сколько этих случаев, когда звонили на горячую линию Минобороны, им также это говорили, что нет, официальных никаких данных нет. То есть вот эта какая-то двойственность, она вот реально людей начинает именно тревожить. Ну, она не начинает тревожить, она очень сильно людей тревожит. В принципе, у вас целый храм людей, и каждого из них это тревожит. Я просто дипломатично выражаюсь, Полин. И тем не менее, потому что за эту неделю такая, ну, вы говорите, да-да, нет-нет. Вот у нас одно ведомство говорит да, а другое говорит нет. Вот я и надеюсь то, что, вот я не знаю, почему нельзя договориться к Генштабу с Госдумой о том, что вы говорите одно и то же. Ну, неужели это сложно? Ну, как-то вот, как я себе представляю, собрать какой-нибудь круглый столец, так, чтобы никто это не видел, прописать буквально, что мы говорим, и все. То, что называл в Советском Союзе политика партии. А потом еще выполнить то, что говорим. Это было бы вообще идеально. Слушай, давайте начнем говорить сначала одно и то же. Это уже хотя бы где-то кого-то успокоит. В выполнении, это уже, знаете, как в рекламе, нет, но это фантастика. Чтобы вы понимали, у нас за последние пару дней отменили отсрочку для многодетных детей, отменили отмену отсрочки для многодетных детей, организовать, призвали военные сборы для людей старше 30 лет, а потом их отменить. И еще призывали конфисковать имущество россиян, уехавших за границу, а потом призывали этого не делать. Мы, я, по крайней мере, точно немножко запуталась. А я, когда с вами говорю мы, не говорю я. Помнишь, как императоры? Мы решили. Мы решили продолжать дальше? Последняя на сегодня новость. Поставки Западом тяжелой бронетехники Киеву является путем в никуда. Для урегулирования ситуации на Украине необходимо сесть за стол переговоров. Такое мнение выразил Папа Римский Франциск. Об этом рассказал 16 января председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, ссылаясь на личный разговор с понтификом. Вот, вот, пожалуйста, кто знает, кто такой Леонид Севастьянов? Что за какой-то форум староверов? Вот, это же понтифик. Если у тебя какой-то был там личный разговор, ну, можно, пожалуйста, хоть раз показать, как ты с ним разговариваешь по телефону? Ну, чтобы это было подтверждено со стороны Ватикана, что такие разговоры, правда, происходят. Потому что я вот товарища Севастьянова, в первый раз вообще, ну, как бы... Главное, это новость на известиях. Я не первый раз слышу это имя, но именно вот в этом контексте постоянно его цитируют. Что он в личном разговоре, вот он постоянно общается с понтификом, и потом передает, что понтифик сказал. Во-первых, мне, честно говоря, вообще по барабану, что понтифик говорит. Но мне здесь скорее не по барабану, почему это наши крупные СМИ это печатают. Я просто вчера разговаривал с Папой Римским. Он мне сказал, я не знаю, кто такой Севастьянов. Ну, опубликуйте, пожалуйста. Ну, и что мы дали? Затем Дима оператно раз поговорит с Папой Римским. За кого Папа Римским болел? Помнишь, что тебе рассказывал? За Францию или за Аргентину? За ЦСКА, отец Павел. Короче, возможно, сейчас гражданин Севастьянов меня обидится. Я, кстати, не против староверов. У нас в храме служат единоверческие службы, между прочим. По благословению, да. Да, по разрешению. Но я просто к тому, что, ну, как-то, пруфы в студию. Можно как-то это подтвердить чем-то? И тогда мы будем относиться к этим словам уже серьезно. Да, может быть, даже отец Павел извинится на камеру за свои прошлые резкие слова. Да? Да, конечно. Перед собой вообще всегда могу извиниться. Может, оставите комментарий в комментариях? Не, может, кто-то знает и расскажет, ну, когда они познакомились. С интересом почитаем эту историю. А вы, кстати, заметили, что я сегодня часики привезла? Да, спасибо Полине. Вы просто представляете, долготерпение ее работодателя, который дождался наконец-то. То есть у меня сейчас грец должен начать выходить? Да, да, да. Ты что, типа, кельтский крест, знаешь, такое. Пришло время к комментариям. Ирина Трешапка пишет. Причем тут греки? Адам был казахом. Это в продолжение. Помните, это то, что все пошло от греков? Но по поводу Адам был казахом мне нравится. Мне кажется, знаешь, вот сидит Адам, впервые Еву увидел, такой, эй, бой. Адам казах. Так, Полины переживают, что я обидел казахов. Дорогие казахи, я вас точно не обижал. А то, что Полина так думает, ну... Следующий комментарий. Юлия Гетманова. Полина праведный гнев просто. Вот мне тоже нравится мысль о том, что это наше. Помню, читала историю про то, что дядечка сохраняла в порядке влетно-посадочную полосу на заброшенном аэродроме своими силами и своей волей. Ее даже на картах уже давно не было. И однажды рядом терпел крушение самолета. Эта полоса, возникнув с точки зрения пилотов ниоткуда, спасла множество жизней. Потому что тот дядечка был хозяин. С большой буквы. ПС по скриптам. Написала и решила найти подробности. Сотников Сергей 12 лет чистил полосу, потому что знал, что это нужно. И это спасло 81 жизнь. Называется «Чудо на Ижме». Посмотрите в интернете обязательно. И фильм на эту тему даже снимали. Точнее, в фильме «Елки» был сюжет из этого. Ну, как бы взяли. В общем, это, конечно, много всякой документалистики на эту тему уже снято. Это замечательно. И Сергей Сотников всегда, когда об этой истории узнаю, выражаю огромный респект, благодарность. Просто, представляете, 12 лет просто делать свое дело. Вот это пример, который нужно детям в школе рассказывать. И какая награда от Господа Бога. Сел самолет, спас жизни. Получила, кстати, орден. Да. Следующий комментарий. Вопрос к Полине от некоторой Тани. Татьяна, наверное. Что вы сами делаете для сохранения и восстановления порушенных, в кавычках, памятников культуры? Смотрите, у меня есть ответ на этот вопрос. Я не делаю для восстановления, но я всегда на любые прогулки и так далее хожу с пакетом. Как дворник. Как дворник, да. Мы с мужем ходим всегда с пакетом в кармане и собираем мусор. Вот в последний раз мы, например, на Новый год ездили. Возле Лазаревского, вашего любимого, есть такое Сверское ущелье. Мы туда пошли погулять, 1 января, по-моему, ну или там около того. И вернулись с пакетом мусора. Я не знаю, как это произошло, но мы на дороге нашли подгузник. Подгузник использованный. Ну то есть люди шли и просто сняли и выбросили. Я, в общем, убираюсь. Я, например, убираюсь, и я считаю, что это правильно. Я никогда не оставляю после себя мусор. Если мы идем куда-то в лес, мы потом убираемся. Меня, кстати, жена тоже к этому приучила. И, в принципе, я когда хожу по улицам, если вижу какой-то мусор валяющийся, он замечает, я поднимаю и в мусорку бросаю. В общем, так вот. Мы с мужем работаем дворниками. Ну, как пример. Просто я зарплату мне плачу, и все. Ильнар Сибгатулин. Кстати, наш постоянный комментатор. Я уже третий раз читаю его комментарии. Отец Павел, Полина, с Рождеством. Спасибо взаимно. Спасибо большое. Прокомментируйте новость. В новогоднюю ночь в одном только Петербурге было задержано 2000 мигрантов. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин официально поблагодарил начальника ГУМВД по Санкт-Петербургу, который санкционировал данную операцию. В Москве также в новогоднюю ночь были рейды по мигрантам. Но я не вижу здесь ничего плохого. Если ты легальный мигрант, пожалуйста, у тебя все по закону, трудись. А вот если ты нелегальный, то чего ты здесь? На то они рейды и сделаны, потому что в выходные дни, соответственно, все мигранты в этот момент обычно не работают. Их, естественно, легко провести рейд. Поэтому, ребят, если я приеду на заработки в какую-либо страну, ну, не знаю, куда меня пошлют, да, я туда и пошлюсь. Ну, да, придется соблюдать законы. А как еще? Это уважение к стране, к которой ты приехал. Ну, да, и как-то вливаться вообще. Поэтому, собственно, то, что эти рейды проводятся, я поддерживаю. Правильно все делаю. Так, на этом мы, короче, комментарии сейчас закончим. Рассматриваем, потому что, ребят, я реально болею. Мне вот, без шуток, реально тяжело сейчас уже становится. Хотелось бы, прежде чем завершить наш сочный интерес, поздравить всех уже с наступившим праздником Богоявления, Крещения Господня. У нас на канале, кстати, есть видео про Таинство Крещения, потому что, конечно, мы в празднике Крещения Господня вспоминаем и о собственном Крещении. Не все знают, что дает нам Крещение, что оно вообще означает. Никогда не поздно с этим познакомиться и узнать. Пусть даже если прошло уже 50 лет с того момента, как ты принял Крещение. Ссылочку оставим в описании на нашем видео. И давайте порадуемся, что в конце нашего сочного интереса на нас никто не наорал женским голосом. И мы спокойно можем просто пойти домой и поболеть. Всего вам хорошего. Встретимся, надеюсь, через неделю. Всем до свидания, всем пока. Целую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok